Все сомневались, тратя напрасно нервы Они кидали нам вслед, что мы не будем первыми Мол, оставь затею и возьмись за дело Но нам будет взять побольше фрагов, это мы умеем Мы без заглядки на хейтеров, двигаемся дальше Наши награды всем скептикам выносят башни Как так? Никто не верит до сих пор Теперь мы башни номер один, с нами киберспорт Продолжение следует... 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 Е-25 В комплектации Е-25 пушка перезаряжается за 3 секунды, что позволяет наносить 2700 единиц урона в минуту. Это больше, чем у многих высокоуровневых ПТ. К примеру, Объект 704 за то же время нанесёт на 70 единиц урона меньше, а ведь 2700 — это без учёта досылателя, расходников и умений экипажа. Также у Е-25 — одна из самых точных пушек в игре. С её помощью вы сможете как вести результативный огонь даже на очень длинных дистанциях, так и выцеливать болевые точки у противников 7-8 уровней. Это даёт вам возможность выбирать тот стиль игры, который вам нравится больше. Теперь о броне Е-25. У неё 50 мм во лбу, по 30 в бортах и корме. Это немного, даже несмотря на углы наклона. Но Е-25 не должна танковать и держать удар. Когда машина находится далеко от противника, то зачастую остаётся незаметной. Особенно трудно засветить ПТ, когда она стоит в кустах или за деревьями. Не говоря о том, что за многими камнями Е-25 может спрятаться целиком. Ну а когда соперник всё же замечает самоходку, то попадает по ней далеко не с первого раза. Очень низкий силуэт и маленькие размеры помогают выживать даже под градом снарядов. Отличная динамика также позволяет в случае опасности уехать куда подальше. Максимальная скорость ПТ — 65 км в час. При мощности в 700 л.с. на 27 тонн Е-25 разгоняется и едет быстрее многих светляков. Это сильно помогает и в начале сражения. Машина успевает занять самые выгодные позиции и первой отстреляться по противникам. Также стоит учитывать, что у Е-25 льготный уровень боёв — это делает все бои комфортными. Ведь в каждом из них вы можете наносить урон и оказывать влияние на исход боя, при этом зарабатывая немалые суммы кредитов. За хороший победный бой можно получить около 40-50 тысяч серебра с учётом премиум-аккаунта. А из особо удачного боя можно вывести вплоть до 100 тысяч кредитов. Пару слов стоит сказать о расходниках. Для комфортной игры на Е-25 подойдёт стандартное снаряжение — ремкомплект, аптечка и огнетушитель. Но Е-25 горит редко, так что вместо огнетушителя можно возить шоколад. Из оборудования в первую очередь стоит поставить досылатель. В остальном выбор зависит от стиля игры. Любителям активной игры на передовой подойдут вентиляция и оптика. А для засадной тактики и пассивного света — стереотруба или маскировочная сеть. Ставить приводы наводки особого смысла нет — ПТ и так сводится быстрее, чем перезаряжается — всего полторы секунды. Командиру первым делом прокачайте шестое чувство, остальным — маскировку. Затем всему экипажу ремонт или боевое братство, если вы используете вентиляцию. Напомним также, что на премиум технику можно пересаживать экипаж с других танков того же класса без каких-либо штрафов. Поэтому на Е-25 можно свободно прокачивать экипажи с других немецких ПТ-САУ. Теперь о тактике. При игре в одиночку ни в коем случае не рвитесь в гущу событий. Оставьте ближний бой более крепким союзникам. На открытых картах постарайтесь встать в кусты так, чтобы с безопасного расстояния простреливать неприкрытые переезды между ключевыми точками. С вашей точностью и скорострельностью можно легко поставить и держать на гусенице одного или двух противников под обстрелом всей команды. Если вас засветили, не пытайтесь перестреливаться. Размен прочности оправдан только в конце боя, когда важно добить оставшихся противников любой ценой. Но даже в этом случае постарайтесь навязывать противнику удобные для вас условия. Не давайте ему скрыться на перезарядку, реализуйте свою скорострельность. На городских картах действовать сложнее. Следите за мини-картой и ищите способы зайти противнику сбоку или с тыла, чтобы сделать 2-3 выстрела и уехать. Но всё равно поначалу лучше не рисковать — это ПТ и так принесёт немало адреналина, если вы доживёте до конца боя. Когда у врага не осталось подмоги, Е-25 сможет закаруселить не только другие самоходки, но и тяжей. Не стесняйтесь потратить 1-2 выстрела, чтобы повредить противнику механизм поворота башни или сбить гусеницу. Главное — победить. Обычные снаряды и ремонт стоят копейки, так что можно по необходимости постреливать подкалиберными и всё равно выходить в плюс. Отдельно стоит сказать, что взвод из трёх Е-25 — один из самых интересных в игре. Втроём вы сможете стрелять так быстро, что противники не успеют реагировать. Прибавьте к этому вашу бешеную скорость, которая позволяет носиться по всей карте и уничтожать ничего не подозревающих врагов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok